Понимаешь, Фишбон, ты понимаешь, вот такого мы добивались, всё это время ты здесь сидел на своей пушистой жопе и ничего не видел, а вот на самом-то деле я знаешь как страдал, знаешь как я страдал, вообще жесть. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я Рома, и добро пожаловать в дюжную приключение профсерима, смесно о том, что наконец-то решили проблему с Хооп Гоблинами, дело в том, что опять же в предыдущей серии они со мной не торговались, и опять же мы решили эту проблему, и они наконец-то торгуются. Ох, да, вы наверное прекрасно понимаете то, что эту серию я начал около зелёных человечков не просто так, ведь вы помните Пентакль, это та самая штуковина, которую мы пытаемся создать уже наверное на протяжении 3-4 серий. Прямо сейчас у меня в сундуке находится около 200 с чем-то пыли, если конечно же самородки переделать в эту самую пыль, и мне нужно по-моему 300 с чем-то, так вот, прямо сейчас мы этим дозаймёмся. Только вот проблема-то заключается в том, что мне сначала нужно найти какого-нибудь Хооп Гоблина, который будет со мной нормально торговаться и будет отдавать мне кабадитовую пыль. Привет, кто-нибудь! Прошло некоторое время и я нашёл просто изумительных Хооп Гоблинов, этот и этот торгуются на уголь, понимаете? То есть здесь 17, здесь 21, конечно немного невыгодно, и далее идёт снова уголь на изумруд. Окей, так-то это довольно-таки неплохо, потому что прямо сейчас мы просто берём, обмениваемся на целых 7 кабадитовой пыли, вот таким вот образом, больше он в принципе не выменит, видите, да, не получается. И потом просто начинаем снова торговаться. Только на этот раз, как вы наверное понимаете, на изумруд. После этого он нас обожает, он нас любит, он прокачивается и снова меняет уголь на кабадитовую пыль, всё просто. Таким образом, немного поторговавшись, я взял и добыл целых 31 кабадитовую пыль, так-то это неплохой лов всего лишь за 2 Хооп Гоблина. Я, пожалуй, прямо сейчас всё это дело повторю и попробую найти ещё таких же Хооп Гоблинов, которые будут, ну прямо-таки, крутыми. Получилось, ребята! Я нашёл ещё двух офигенных Хооп Гоблинов, которые торгуются на пшеницу и снова внимание на уголь. Только вот проблема заключается в том, что я не взял эти ресурсы, поэтому сейчас быстренько сгоняю. Ах, как же я счастлив, как я рад, что у меня появился вот этот комбайн, который собирает громадное количество пшеницы. И вы только посмотрите, как же её у меня много, просто бери, не хочу. И давайте возьмём вот столько стаков и возвращаемся. Сначала, конечно же, поторгуемся на уголь, потому что пока что он меня никогда не подводил, и мне действительно хочется начать именно с него. Давай-давай-давай, 7 штучек у меня получается, ты у нас улучшаешься, всё как обычно, и в итоге ты у нас говно требуешь. Ай-яй-яй-яй, подвёл ты меня, Хооп Гоблин, ну да ладненько, торгуемся тогда вот с этим, получаем ещё 7 кабадитовой пыли, и, пожалуйста, скажи мне то, что ты сейчас вообще улучшишься, просто вау-вау-вау. Ты серьёзно, 10 гравий и 1 изумруд на 4 кремния? Что-то мне подсказывает, что я согласен, потому что после этого он снова начнёт обмениваться на пшеничку, понимаете? Это очень даже выгодное вложение. Короче, ребят, я прекрасно понимаю то, что томить я вас всё равно не собираюсь, поэтому, внимание-внимание, прошло ещё много таких торговли, и прямо сейчас я из сундука достал абсолютно всю свою кабадитовую пыль, и вы только посмотрите, сколько у меня её. 4 стака кабадитовой пыли плюс 2 и ещё 10 кабадитовых самородков. Что-то мне подсказывает, что этого вполне себе может хватить, поэтому прямо сейчас мы будем торговаться с тем самым Хооп Гоблином. Тем самым, что продаёт кабадитовые слитки, и давайте прямо сейчас действительно с ним поторгуемся, здравствуйте, мы сначала, наверное, обменяемся на кабадитовые самородки, потому что они в любом случае пригорятся, золотые самородки, если что, я уже взял, обмениваемся, и здесь тоже нужно обменяться. И так уж получилось то, что он больше не обменивается на самородки, поэтому мы закупаем 2 слитка, замечательно, и может быть ты прямо сейчас улучшишься, а? Улучшишься, может? Да, молодец, красава просто! Ой-ёй-ёй-ёй, да вы только посмотрите, что идёт дальше, это нам подходит, 8 золотых слитков на один изумруд, таким образом, если что, мы сможем снова его задобрить и снова начать обмениваться. Та-та-та-там, та-там, 4 кабадитовых слитка готовы, боже мой, я сейчас просто в шоке, неужели мы это всё дело добыли, наконец-то мы можем создать этот самый грёбаный Пентакль? Подождите, а это что такое, скручивающийся пояс? Пипец он создаётся, целых 5 кабадитовых слитков, и здесь написано то, что он дезориентирует наблюдателей, наверное, те, кто на меня нападают, просто не смогут на меня нападать. Конечно же, это всё круто и так далее, но, 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 я собирался создать Пентакль, поэтому я создам Пентакль! И подождите-ка, мне кажется, или там ещё понадобится немножечко самородков, блин, забыл обменяться. Оу-е, вот теперь я точно могу сказать, та-та-та-там, та-там, Пентакль, чёрт подери, Пентакль, понимаете, это, наверное, самый сложнецкий крафт из всех крафтов, которые я когда-либо делал. Окей, 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 на самом деле, это несложный крафт, но если учитывать то, как надо долго добывать эти грёбаные слитки, самородки, пыль, хоп-гоблинов и так далее, это просто убиться можно! Ооо, как же я счастлив, как я рад! Если нажимаю правую кнопку мыши, то ничего не происходит, в принципе, логично, мы прямо сейчас всё это дело поставим где? Правильно, на ритуале, вот здесь, вот так вот, а-та-та-та! Подождите, не поставилось, я сказал, вот так вот, а-та-та-та, вообще! И теперь в алтаре у нас не x5, а целых x10, так-то это вообще многого стоит, потому что теперь, по сути, у нас просто бесконечная энергия в алтаре, практически! Понятное дело то, что она всё равно будет убывать, довольно стремительно, кстати говоря, но с Пентаклем она будет восстанавливаться буквально вот так вот, вот так вот, понимаете, очень быстро! Понимаешь, фишбон, ты понимаешь, вот такого мы добивались, всё это время ты здесь сидел на своей пушистой жопе и ничего не видел, а вот на самом-то деле я знаешь, как страдал, знаешь, как я страдал, вообще жесть! Фух, ладно, всё, надо немного отойти от этой темы, немного развеять мысли и так далее! На самом-то деле, знаете что? Вы, наверное, прекрасно понимаете то, что за весь этот сезон мы довольно редко изучали мод по названиям Невермайна, если бы точнее, то скиллы из этого Невермайна! По сути, за абсолютно всё время мы сделали акцент всего лишь на два скилла, это добывание и прорицание, это действительно мало, и вот мне на самом деле интересно, что вот это за скилл, резня или алхимия или вулканизм! О, ну или извлечение какое-то непонятное, то есть, серьёзно, у нас 4 скилла до сих пор на первом уровне, ой-ой-ой, вру-вру-вру, ещё один воровство! То есть, действительно, у нас целых 5 скиллов первого уровня, и как вы, наверное, понимаете, суть летсплеев заключается в том, чтобы раскрыть весь потенциал модов! Ни в коем случае я никогда не ставлю главной целью убить каких-то боссов, да, это важно, но в то же время-то нужно изучать мод, чтобы раскрыть весь его потенциал! То есть, если мы будем просто идти по какой-нибудь ветке предметов, чтобы просто дойти до босса и убить его, это довольно скучно! Поэтому прямо сейчас мы продолжим делать то, что начали ещё в предыдущей серии, создание, которое сейчас у нас 46 уровня, именно в предыдущей серии мы докачали его до такого уровня! А если кто не смотрел предыдущую серию, то давайте объясню, создание это такой скилл, который позволяет вызывать миньонов, которые будут сражаться на твоей стороне! Какая прямо сейчас у меня цель? Давайте-ка подумаем, давайте-давайте! У меня создание 46 уровня, я хочу его докачать до вообще офигенно большого уровня и призвать много миньонов и позвать их на приспешника! Ага, того самого приспешника бога, только я не знаю, какого из четырёх, но всё-таки я хочу проэкспериментировать! Эксперименты, это наше всё в летсплее, и на самом-то деле в скором времени нам всё равно придётся идти на четвёртого приспешника, которого мы до сих пор не убили, прокачав скилл наполнения до 70 уровня, а сейчас он у нас всего лишь 30-го! Хух, ладно, мне, наверное, пора уже перестать говорить о чём-то неважном и приступить к важному! Так вот, смотрите, мы сейчас стремимся к 54-ому уровню, потому что тогда у нас откроется плита рогохвоста! Тут понадобится какой-то непонятный слиток, который создаётся с помощью какой-то непонятной руды, которая добывается, наверное, в каком-то измерении из мода Невермайн, да, всё просто! Только, опять же, мне нужно докачаться до 54-го уровня, сейчас у меня 46-й, то есть мне не хватает ещё 8, и для всего этого мне нужно создать много плит от скагвинов! Как же прекрасно то, что создаются они реально очень просто! Понадобится это всего лишь много огненного порошка и пустая плита, поэтому прямо сейчас мы просто идём и собираем много огненного порошка, всё просто! Также нам понадобится огромное количество камня, потому что пустые плиты создаются как раз-таки только из камня, что мы делаем? Мы берём много булыжника и просто засовываем это всё в сундук дракона, вот такой вот он громадный! Та-та-та-там, та-там, куча пустых плит, спасибо большое, и сейчас мы просто переделываем стержень нефрита вот в этот огненный порошок и создаём от скагвинов! Я надеюсь, что всё будет хорошо, мгм, спасибо! Как бы почти полтора стака, что-то мне подсказывает, что это реально неплохой результат, начинаем всё это дело использовать, и вы только посмотрите, как же быстро идёт опыт, боже мой! 54-й уровень не за горами! Офигеть, мне прямо-таки ровно плит хватило, чтобы докачаться до 54-го уровня, всё хорошечно, всё замечательно, и теперь нужно приступать к этим, как их там, рогохвосты! Посмотрел я, значит, как добываются эти варзиумовые слитки, или как их там, и добываются они с помощью руды, которая добывается с помощью мира Баратос, или Баратос, я до сих пор не знаю, в общем, копаем вниз! Ух ты ж, ё-моё, ребят, вы только посмотрите, помимо вот этой оранжевой руды, здесь есть также вот эта разноцветная, и помните, помните её, это та самая, которую мы долго искали! Когда-то давным-давно, когда у меня ещё был уровень создания 25-й, я хотел создать вот этого пластинозавра, и мы не знали, где взять эту руду, так вот она, оказывается, где берётся-то, а! Переплавляем всё это дело без лишних слов, и получаем кучу слитков! Так, тут у нас 14, здесь у нас 16, ну, в принципе, уже где-то стак да есть, отлично! Конечно же, первым делом я хочу проверить, кто это такой рогохвост, и только потом я буду его использовать для того, чтобы прокачивать создание! Здравствуйте! Это кто такой? Ооо, нихрена себе! Я только сейчас увидел 270 жизней! Вот это да, у Ацкагвина, по-моему, было 130 или 140, блин, ты такой странный! Ты, на самом деле, очень сильно похож на какого-то покемона, вот прям не знаю почему, но вообще, какого чёрта я с тобой разговариваю, ты же меня всё равно не слышишь! Ого, взгляните-ка на это! Прямо сейчас он убил голема, и с этого самого голема выпала та самая ракушка, которая выпадает реально очень редко! Красава, рогохвост! Но всё-таки я хочу показать зрителям, насколько же ты крутой! Вот, например, свинья! Бей свинью, мочи её! Ооооо! Не хочешь бить свинью? Чё, серьёзно? Вообще ни в какую? Ну, блин, так-то обидно! О, смотри, какую я тебе цель нашёл! Натуралист! Эй, ты где? Давай-давай-давай, смотри! Бей натуралиста! Бей! Фу, натуралы! Фу, фу! Так вот, о чём это я? Натуралист, действительно, бьёт по 18, кого ты ещё можешь? Конечно же, это всё круто, хорошо, рогохвост красавчик, но мне хочется проверить, сколько создания мне за всё это дело дадут. Давайте посмотрим, 54 уровень и... Ооо, ничего себе, как быстро! Таки что-то мне подсказывает, что прямо сейчас я сразу докачаюсь примерно до 65 уровня! Ё-моё, как же быстро я это всё дело прокачиваю! Честное слово, на моей памяти это самый лёгко качаемый скилл из Невермайна, хотя, наверное, это связано с тем, что, ну, как бы, у меня практически все миры из Невермайна открыты. То есть, да, действительно, практически все реалмстоуны у меня хранятся в сундуке, и я могу легко скакать по мирам. А тут так получается то, что, наверное, я должен был страдать, выбивать много реалмстоунов и только потом добывать эти грёбаные слитки. Но у меня, конечно же, всё попроще, потому что за 80-то серий я действительно многое открыл. Плита рифовика, требуется уровень создания 63, и создаётся эта плита рифовика никаким образом, серьёзно, вообще никаким... А-а-а, я помню, 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 мне такая штуковина вроде как даже выпадала! По-по-по-по-по-по-по-по-по-посмотрите на это действительно, 30 плит у меня таких прямо сейчас хранится. И давайте попробуем вызвать... У-у-у, какой ты красивый, только у тебя всего лишь 200 жизней. Попробуем тогда, знаете, как сейчас делать, чтобы ракохвост у нас не мешал, мы просто его уберём. Извините, извините, до свидания. И попробуем сейчас напасть на какое-нибудь, ну, существо. То есть да, это действительно немного странно, то что у этого существа хп намного меньше, чем у того рогохвоста. И самое главное, уровень создания намного выше требуется. Ну, блин, 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 блин. На того мы не пойдем, потому что его нельзя бить с ближних атак. Хотя в то же время, может быть, этот рифовик умеет стреляться? Ну-ка, сколько ты бьешь? Сколько ты бьешь? По 11, серьезно? Пошел-ка ты нафиг, господи, это самое тупое существо. Рогохвост был намного лучше, верните моего рогохвоста. Блин, так это действительно обидно. Ну окей, давайте посмотрим, сколько опыта будут давать и дают. Тут, кстати говоря, вообще крутяк. Прямо сейчас мне осталось накопить один уровень с небольшим, чтобы дойти до 70-го. И я смогу вызвать нового какого-то там чувака с 70-го уровня создания. Так как у меня плавилось громадное количество варзиум слитков, я сейчас создал еще рогохвостов. И давай, 70-й уровень, пожалуйста. Та-та-там-та-там, 73-й уровень, все замечательно. И давайте посмотрим, кого мы теперь можем вызвать. Плита посыльного края. Ооо, вот это уже звучит, звучит. Как бы и создается, довольно-таки просто понадобится всего лишь много жемчуг эндера. И, по-моему, у меня плиты закончились. Да, блин, у меня же плиты закончились. Но тут вроде как много камня переплавилось, давайте посмотрим. Супер-пупер-мега-простое занятие выполнено. И в итоге у меня целых 8 стаков этих эндерперлов. Я думаю, то, что этого-то точно будет достаточно, потому что получится, по-моему... Давайте 32 умножим на 5, все вместе, получится 160 плит. Плиты, опять же, созданы. И вызываем. Давай, вызывайся. Подождите, какого черта я не могу? А-а-а, у меня баг произошел. Какого-то черта, смотрите, у меня создание почему-то ноль. Тут поможет только одно, перезаход в игру. Да, действительно, баги иногда случаются. Ну что ж, заходим. Ох, со всеми этими вылитами, багами и так далее, я уже и забыл, на чем мы остановились. Ну ничего, сейчас вспомним. Три, два, один. Поехали, давай, 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 давай. Я успею, я успею. Все, вот это вот забираю. Господи, просто валим, валим. Я забрал, блин, только жареную свинину. Вы серьезно? Да, бежим, хватит меня бить. Ммм, какой неплохой сундучок. Давайте посмотрим. Каменный топор, железный шлем, хорошечно. О, черт, подери, два врага прямо по курсу. Что-то мне подсказывает, что они из одной команды. Ой, давай, 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 попробуем их всех побить. Давай, чш-чш-чш-чш. Один, меня заметили, меня заметили, меня заметили. Нет, 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 ничего не получится. Господи, мочи их все, мочи. Нееет, говно играем. Так, в общем, плита посыльного края. Давайте-ка попробуем. Нажимаем правой кнопкой мыши и здравствуй. Иии, окей, может быть, у тебя слишком хорошая атака. Попробуй ударить зомби. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ого, ты быстрый. Эх, блин, из-за того, что у зомби было и так мало хп, я не понял, сколько он нанес. А ну-ка, монстры, а ну-ка, плодитесь. Ребята, я, конечно же, все прекрасно понимаю, но этого не понимаю. Оказывается, этот посыльный край не просто так называется посыльным. У него на спине сундук эндера, представляете? То есть, в любой момент мы на этого чувачка, который постоянно ходит за мной, можем бамс и положить огромное количество ресурсов. И это реально шикардос. Так, ладно, посыльный край, я как-то в тебе более-менее разобрался. Я понял то, что ты у нас не атакуешь, ты у нас очень слабенький по хпшкам, но зато ты таскаешь предметы. Попробуй-ка сразиться вот с этим злыднем. Сколько ты ему наносишь? По 7. Ну да, 7 это еще меньше, чем даже 18, представляете, да? Фух, ну что же я могу вам всем сказать? Я, наверное, тогда эти плиты просто сохраню штучек 5, потому что, скорее всего, посыльными я когда-нибудь даже буду пользоваться, а все остальное просто возьму и впихну вот сюда. Давай, давай, давай. Что? Так долго? Серьезно? Потратил целый стак и в итоге прокачал всего лишь один уровень. Йоперный театр, походу, пошла жопа. А может быть, из-за этого посыльного просто мало опыта дают. Кто знает, в любом случае, давайте все это дело быстренько потратим и получим 75 уровень. Ой-ой-ой-ой, следующий уровень, который мне нужно будет получить, это 78, и с помощью этого мы сможем создать механического циклопа. Хм-хм-хм, довольно-таки интересненько. Конечно же, прямо сейчас я уже не буду качать это самое создание, потому что, ну, что-то оно долго начало качаться, я как-нибудь потом, окей, да? Интересненько посмотреть, сколько энергии уже потратилось в энергетическом ядре. Ой-ой-ой, 342 миллиарда осталось, то есть потратилось примерно 13 миллиардов. И это, как вы, наверное, знаете, тратится благодаря вот этим бурам. То есть, действительно, они копают неплохое количество ресурсов, и давайте давайте... Ааа, что такое? Что происходит? Да какого черта? Тихо-тихо-тихо-тихо, посыльный край. А ну-ка, не стукайся об стену. Короче, давайте посмотрим, сколько здесь набралось, и ого-го! Так-то я вам скажу неплохо, учитывая то, что это всего лишь один лазерный бур, а если их поставить, опять же, много-много-много-много, то тут будет так много-много-много ресурсов, что мне никогда не надо будет думать об этих самых ресурсах. Короче говоря, пусть это всё дело копается, но на самом деле я бы этот сундук заменил. Та-та-дам-та-дам, спасибо за то, что подождали, всё, готово, и пойдём улучшим. Я надеюсь, то, что там, ну, как бы, слотов хватит на долго-долго-долго, просто мне всё ещё лень создавать новый Тессеракт. Они создаются так-то довольно-таки тяжело. До какого чёрта ты горишь? А-а-а, господи, у меня посыльный край просто умер, охренеть! Ну и плевать на него. Ладно, короче, давайте посмотрим, железный сундук, и да, смотрите, прям много-много слотов стало, это действительно круто. Но как бы это всё круто не было, в любом случае, я, наверное, буду понемножечку заканчивать на данном серии, потому что, ну, как бы, надо, наверное, понемножку заканчивать на данном серии, всё логично. Как обычно, я не забуду сказать свою супер-пупер-любимую фразу. Дело в том, что я искренне надеюсь, что вы не забудете поставить лайк на данную серию, я вас просто умоляю, и ещё раз потом умоляю, наверное. Как уже много раз говорил, любому ютуберу было бы приятно увидеть под своим роликом много лайков, и я, блин, опять же повторяюсь, наверное, уже в десятитысячный раз не исключение. Поэтому, действительно, спасибо всем тем, кто поставил лайк, спасибо всем тем, кто поставит, и огромное спасибо за то, что посмотрели данную серию. Напоследок скажу супер-пупер-важную фразу. Дело в том, что если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позовите друзей, а с вами был Лоложка, и, в принципе, больше то и ничего. Всем удачи, всем пока, 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 пока.